Здравствуйте! Это Актуальное интервью. Я Татьяна Черемкина. В студии министр по развитию институтов гражданского общества Республики Саха-Якосия Сардана Михайловна Гурьева. Сардана Михайловна, здравствуйте! Здравствуйте! Минобщество очень молодое министерство, нет еще и года. Скажите, пожалуйста, с какими основными показателями, с какими итогами Вы завершили 2016 год? Традиционно трудовые коллективы, органы исполнительной власти, местное самоуправление, да и каждый человек в своей жизни подводит определенные итоги. И итоги это связаны с тем, что необходимо набить пути решения, дальнейшие свои планы, поставить более четче цели и задачи. И с какими мы хотим итогами встретить, также завершить год и встретить очередной год. Поэтому, конечно, и наше министерство по развитию институтов гражданского общества Республики в системе исполнительных органов государственной власти подводит тоже на днях определенные итоги. И хотелось бы сказать следующее. О том, что в Республике Саха-Якутия, как и прежние годы, растет активность населения. Откуда это видно? Какие показатели характеризуют активность? Во-первых, мы видим, что в течение 2016 года граждане обращались за юридической регистрацией некоммерческих организаций, в том числе и социально ориентированных, для того, чтобы реализовывать свои проекты и достигать общественно полезных целей. Их количество, также мы пока видим предварительные данные около 100, сейчас данные уточняются. Но это в любом случае показатель того, что сейчас данные такие, количество зарегистрированных некоммерческих организаций составляет 2112. Это по данным на 15 декабря 2016 года. В следующем мы видим, возрастает активность территориально-общественного самоуправления, Тюльбе. И как никогда, допустим, мы знаем разные примеры в различных улусах. Можно коротко сказать о том, что и Татинский, и Мегино-Кангалаский улус, и Намский улус. И, конечно, я думаю, что коллеги не обидятся на меня, если я другие улусы не перечислю. И действительно, Тюльбе наши провели активно очень мероприятие. Этому способствовало тоже, конечно, объявление главой республики Сахай-Якутия года благоустройства населенных пунктов. Это очень важно, когда идет определенная самоорганизация жизни населения. И мы сейчас, конечно, видим с вами проект, который внедряет сейчас Якутское Сахай-Информационное агентство. Это о жизни районов. Это очень интересно. И, конечно, любой житель нашей республики имеет возможность получить информацию, как сегодня живут в той или иной глубинке, в том или ином наследии. Кроме того, надо сказать, что достаточно серьезным образом идет поддержка, грантовая поддержка, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций. Это устойчивые показатели. Поэтому мы с удовлетворением отмечаем, что и в прошедшем 2016 году темпы не снизились. Более того, по поручению главы республики Сахай-Якутия Гурова Иначе Борисова сумма грантовой поддержки на уже наступивший 2017 год возросла. Если мы только возьмем данные под программы, которые идут по линии нашего министерства, это называется «Государственная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций», она от суммы 39 миллионов возросла до 50 миллионов. И, пользуясь случаем, хотелось бы обратиться к телезрителям, что сейчас уже у нас объявлен конкурс уже по началу грантовой поддержки. Объявление уже вышло в газете и на нашем сайте Минобщества, где мы говорим о том, что с 1 февраля мы начнем уже сбор. Прием заявок. Прием заявок. Это тоже очень важный момент. И, конечно, такая работа системная, которая проводится по созданию условий для развития третьего сектора экономики, она получает признание на федеральном уровне. И поэтому, если мы знаем итоги 2015 года, где Республика Саха-Якутия стала лауреатом общественной премии «Госгрант» Российской Федерации, то и по итогам 2016 года мы тоже получили такую высокую оценку и такую высокую общественную премию. Сарада Михайловна, Вы сказали, что зарегистрировано большое количество, более 2000 некоммерческих организаций. Скажите, пожалуйста, из них реально работают? Была же такая проблема, что регистрируются, но реально работают какой процент? Мы на сегодня, конечно, видим желание людей объединяться, но при этом в процентах они выявляются, когда идут определенные проверки. Проверки идут у нас тоже с учетом ограничения не каждый раз и не так, как желают органы власти. Поэтому на сегодняшний день мы, скорее всего, наверное, можем сказать о тех лидерах, о тех активистах, которые есть. Это традиционно, конечно, очень сильно это профсоюзное движение. Есть у нас общественные организации, которые являются якутскими региональными отделениями. Это Общенародный российский фронт ОНФ. Это на сегодня имеет практически во всех улусах местное отделение, якутское региональное отделение матери России. Это общественные организации, которые работают в сфере реализации молодежных инициатив, молодежной политики. Мы даже имеемся с вами свидетелями того, что прошел очередной съезд молодежных общественных организаций, где принимал участие глава республики Саха-Якутия. Многие есть интересные у нас общественные организации, которые работают в сфере защиты прав инвалидов, прав семей, родителей, отцовства, материнства, детства. Как раз хотелось бы отметить наши социально-ориентированные некоммерческие организации, которые работают в сфере именно защиты прав малообеспеченных, малоимущих, где необходимо и сострадание, где доброта, любовь и такое бескорыстное отношение. И на самом деле, конечно, мы видим еще и обратную связь, когда на сегодня республика создает условия для того, чтобы эти такие социально-ориентированные некоммерческие организации имели бы возможность войти в определенную перечень социально-ориентированных НКО, которые предоставляют социальные услуги, с той целью, чтобы имели также возможность получать возмещение расходов. И на самом деле, конечно, условия для этого все на сегодня и в Российской Федерации создаются. Есть по этому поводу, я уже говорила об этом и в прямом эфире, и по радио о том, что во исполнение посланий президента Российской Федерации и главы республики определенные механизмы создаются. И мы понимаем о том, что 2017 год тоже будет определенным этапом, когда эта система в сфере социальной защиты, образования, культуры, здравоохранения, спорта должна полным объемом заработать для того, чтобы социально-ориентированные НКО имели возможность работать в этих сферах наряду с государственными органами и получать за это возмещение. Сардана Михайловна, я знаю, что сегодня у вас была встреча с главой республики Егором Анасимовичем Борисовым. Скажите, какие конкретные цели поставил глава перед вашим министерством? Надо сказать о том, что политика в республике Сахай-Кутия последовательно реализуется с учетом мнения общественности. И мы видим о том, что общественность активизировалась, и проводятся определенные социологические опросы. И на сегодня те моменты, которые выявил социологический опрос, как раз на это указал, обратил внимание глава республики Сахай-Кутия Егоров Анасимович Борисов. Это и качество дорог, это качество медицинских услуг, это вопросы алкоголизма, это вопросы преступности и многие другие, которые сегодня волнуют население и которые должны быть повесткой первоочередного, каждодневного внимания деятельности нашего министерства. Кроме того, конечно, поставлены задачи для того, чтобы мы могли иметь сегодня возможность анализировать те или иные проблемы, ту или иную работу, для того, чтобы мы могли, опять же, с учетом мнения общественности, выстраивать такой конструктивный диалог. И, по сути дела, вот то, что в послании было сказано о том, что если общественность сделает шаг вперед, то власть навстречу, встречное движение обязана сделать два шага вперед. Как раз это и является главным девизом работы на 2017 год. И, конечно, поставлены абсолютно конкретные задачи. Сегодня мы с коллегами обсуждаем, как раз и находим пути решения. Есть возможность, конечно, творчески подойти к решению многих вопросов. Но и важно то, что общественные организации сегодня являются надежными партнерами власти, и власть тоже является надежным партнером. И вот как раз межсекторное взаимодействие, которое идет в власть, общество и бизнес, оно в полной мере реализуется на территории Якутии. А как была оценена главой республики работа министерства за такой короткий период? Надо сказать, что одна из задач, которую поставил Егор Афанасьевич Борисов, это как раз то, чтобы оценку эффективности деятельности исполнительных органов государственной власти, возможно, было бы проводить с учетом как раз мнения общественности. И вот мы как раз будем эту работу внедрять в 2017 году. Какие же можно здесь продумать определенные механизмы. И поэтому оценку на сегодняшний день, в общем-то, по сути дела, дает население. Глава республики нам поставил задачи. Мы действительно работаем только 10 месяцев, но это только, можно сказать, и мало, и много одновременно. Сделано много, но впереди нам предстоит еще больше. Вы как раз одно из министерств, которое очень активно работает с гражданами, с обществом. Скажите, какие пожелания высказывает население? Население республики, конечно, прежде всего ставит вопросы о том, чтобы, в том числе, вот наряду с сказанными проблемами, это по и качеству автомобильных дорог, и по безработице, и по занятости, кроме этого, конечно, требуется все же открытость. И открытость органов власти, оно порождает определенным образом, конечно, приводит к тому, что доверие. Вы абсолютно точно об этом сказали. И как раз то, чтобы возрастало доверие населения к органам власти, конечно, это одна из главнейших задач. Поскольку мы все с вами являемся патриотами Российской Федерации, Республики Саха-Якутии. И, как отметил президент Российской Федерации, Российская Федерация будет сильным, развитым государством, развитым гражданским обществом и устойчивой демократии. Спасибо. Я благодарю вас за это интервью. И вот в преддверии Старого Нового Года, в преддверии Дня Печати, вы хотите, наверное, обратиться к коллегам. Спасибо, Татьяна Будемировна, вас и уважаемые коллектив национально-вещательные компании Саха и работники прессы. В пользу случаем мы поздравляем вас искренне с Днем Российской Печати. И со Старым Новым Годом, конечно же, хотелось бы пожелать, чтобы все планы сбылись, доброго здоровья, чтобы было счастье у вас и в ваших семьях. Спасибо. Я благодарю вас за это интервью. Спасибо. Желаю вам удачи. Всего самого-самого хорошего. Спасибо. Еще раз напомню, что гостем в студии была министр по развитию институтов гражданского общества Республики Саха-Якутия Сардана Михайловна Гудева. На этом мы заканчиваем. Всего доброго. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»